Тему визита президента Турции Реджепа Тайпа Эрдугана в Багдад продолжит мой коллега Турал Асади, корреспондент Сибиси в Турции. Он выходит на прямую связь со студией прямо сейчас. Доброе утро, Турал, тебе слово. Доброе утро, Лили. Данная встреча, конечно же, готовилась на протяжении долгих месяцев, возможно, и за период более чем за год. И до этого в марте месяце состоялся визит министра иностранных дел, как она, Федана в Ирак, где также обсуждались вопросы подготовки данной встречи данного визита Эрдугана, который состоялся спустя более чем 10 лет в этот регион, взаимоотношения между Багдадом и Анкарой за последнее время были напряженными, известный факт. Но, тем не менее, в последние месяцы и годы Анкара наладила дипломатические контакты с официальными властями Ирака. И, в первую очередь, конечно же, с точки зрения обеспечения национальной безопасности Турции и региональной безопасности. Постоянно в своей речи президент Турции, Реджи Афтей Пардоган, а также другие официальные лица, в целом официальная Анкара, отмечали, что безопасность иракского народа, безопасность турецкого народа и в целом региональное развитие и безопасность, именно эти факторы являются наиважнейшими для турецкой политики по данному направлению. И, конечно же, первой проблемой, и самой главной очевидной проблемой в этом направлении, на этом пути, является, конечно же, функционирование, деятельность на севере Ирака террористической организации ПКК и деятельности, которой необходимо положить конец. Об этом многократно было заявлено. И, по всей видимости, вчера в Багдаде по данному вопросу было достигнуто окончательное согласие. Если послушать речь президента Эрдогана в ходе пресс-конференции, можно об этом утверждать. И ранее даже, в марте месяце, когда состоялся визит, как она, Пидана в Ирак и в Багдад и Ирбин, тогда даже было уже заявлено, что Ирак впервые за столько лет признал ПКК террористической организацией и угрозой внутри страны и запрещенной организацией. В целом, это, по мнению турецкой страны, конечно же, является большим продвижением, достижением турецкой дипломатии на протяжении долгих лет. Анкара не могла добиться данного шага от Багдада и была вынуждена провести военные операции, часть которых на сегодняшний день продолжается на севере Ирака. Я напомню, что военно-воздушные операции вооруженных сил Турции продолжаются на севере Ирака. И периодически мы получаем информацию о том, что турецкая армия продолжает ликвидировать террористов ПКК не только на территории Сирии, но и на севере Ирака. И здесь вот шли разговоры о том, что Турция собирается провести наземную военную операцию на севере Ирака к лету текущего года. И как раз-таки визит в марте месяце, как она передана, а также вчерашний визит Реча Путаева и Эрдогана, отчасти связан именно с этой военной операцией, наземной военной операцией. И здесь, конечно же, Анкара хотела бы, чтобы иракские власти также принимали участие в данной операции. Вчера даже в своей речи Радептей Путаган отметил, что Турция готова оказать всяческую поддержку властям Ирака в борьбе с ПКК. По всей видимости, Багдад уже также намерен положить конец деятельности террористов на своей территории. Другой важной темой, конечно же, является экономическое взаимодействие между Анкарой и Багдадом. Было подписано множество документов. По всей видимости, самым главным среди них является меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора. Это путь развития. Это инициатива иракских властей, которые в первую очередь поддержали в Турции. Данный проект подразумевает открытие, создание транспортного коридора, который начинается от Техсидского залива и продолжается по территории Ирака, Турции и должен будет дойти до территории европейских стран, тем самым увеличив товарооборот между странами залива, Турции и Европы, конечно же. Также было заявлено о том, что стоимость данного проекта может превысить 15 миллиардов долларов и завершить, то ожидается его завершение к 2028 году. В целом были обсуждены ряд вопросов регионального сотрудничества. Региональная безопасность, конечно же, является самой главной темой переговоров между Багдадом и Анкарой, а также экономическое и политическое сотрудничество, взаимодействие. В этом направлении на протяжении многих лет Анкара пыталась добиться успеха. И по всей видимости, по итогам вчерашнего визита Райча Патави Бардагана в Ирак, в Багдад и Арбиль, с уверенностью, уже можно утверждать этот факт, и мы будем дальше следить за разными ситуациями. А я также коротко напомню о том, что со вчерашнего дня начался визит президента Германии Штайнмайера в Турцию. Сегодня ожидается, что он встретится с президентом Эрдоганом, и, конечно же, обсудит ряд важных вопросов, среди которых, конечно же, как борьба с террором, так и ситуация на Ближнем Востоке, в Газе и в целом совместные шаги Анкары и Берлина для развития и дальнейшей интеграции в рамках европейских инициатив, а также Альянса НАТО. Для Ильи на этом у меня пока все. Благодарю, Турал. А я напомню, что на прямом подключении со студией был корреспондент Сибиси в Турции Турал Асади.